Каляда, каляда, ты подай пирога, или хлеба ламтину, или денег полтину, выноси скорее, не морозь детей. Начиная с рождественского сочельника, шумные и веселые ряженые ходили по дворам с большим мешком. Пели песни, веселили хозяев, желали благополучия, а взамен получали сладости. Чем больше конфет, тем счастливее будет год – калятки. Сегодня мало кому известно эта русская однородная традиция. А вот участники вокальных и театральных коллективов КДЦ «Молодежный» знают их на зубок. Да, я хожу с друзьями, калядуем, собираю конфеты. Это же традиция, и традицию нужно обязательно сохранять. Не важно, сколько лет пройдет, хоть пусть тысяча лет пройдет, все равно нужно традицию эту сохранять. В этом ребятам помогают и педагоги, и участники коллектива «Родные просторы». Елена Прошкина более 20 лет исполняет русские народные песни. Традиции святочной недели знает с детства. Вспоминает, как широко и весело отмечали эти дни ее родители. С пирогами, с вареной картошкой, с солеными огурцами, капустой, с песнями, конечно, с песнями, с большими песнями. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Это песня наших родителей любимая. Днем катались на санках, предавались зимним забавам, водили хороводы, ходили друг к другу в гости. Для гостей готовили самые вкусные угощения. В благодарность хозяевам самые добрые слова. В эти как раз дни славили хозяев, величали, готовили яства, столы накрывали, ходили все друг к другу в гости. Это было пиршество. Гуляли днем, катались на санках, а по вечерам как раз были эти самые таинственные гадания, которые ходили, приходили к хозяйке. Девушки стучались, приходили. Можно мы у вас избу снимем? А зачем вам изба? А нам погадать хочется. Мама-то дома не велит. А ведь так хочется узнать своего суженого или каким будет предстоящий год. Поэтому выражили в основном юные девушки. Да и сами обряды носили зачастую шуточный характер, чтобы настроить всех только на хорошее. Вот и наша рыжая курица выбрала зерна и предсказала нам хлебосольный и счастливый год. Полина Бахова, Андрей Безуглый, телекомпания Одинцова.